Малхосян – врач-уролог. Я вообще-то врач-уролог-хирург. И если бы мне кто-нибудь, цыганка какая-то, сказала бы, что через год ты, друг мой, будешь лечить людей от мневмонии, жить вне семьи и ходить на работе в глухом костюме с ног до головы, я бы рассмеялся, конечно. На такое никакая фантазия не способна. Ну а теперь главная грустная шутка этого карантинного времени. Сидите дома, если не хотите, чтобы вас интубировал гинеколог. Понимаете, в чём юмор? Вот-вот. Мы вообще-то стараемся шутить. Видите, это, наверное, такая защитная реакция. Вначале как защита от страха, а сейчас как способ сохранить рассудок, силы сэкономить. Приходится часто делать что-то тебе несвойственное. А специальности надо, видимо, на время забыть. Но тут вот недавно по рации в больнице спросили – хирург, нужна консультация хирурга. У меня всё всколыхнулось. Я, я хирург, я же хирург. Наш завхирургии говорит – коллеги, понимаю, что сейчас вы все терапевты и инфекционисты, но если вдруг потребуется консультация от вашей основной специальности, вы, пожалуйста, не отказывайте. Помните, в прошлой жизни кто-то из вас лорг, кто-то хирург, кто-то гинеколог, и я тут же не выдержал, хватаю рацию и говорю – Сергей Александрович, я так соскучился по своей работе, я готов лично консультировать всех людей на свете по самым незначительным урологическим проблемам. Ну да, сейчас мы больше нужны в другом качестве, стараемся соответствовать. Всё, что касается тяжёлых критических пациентов, это, конечно, реаниматологи делают. К ним сейчас ещё мобилизовали анестезиологов, у них одинаковое образование, просто в мирной жизни профессии разные. А сейчас мы, все терапевты, принимаем пациентов, ведём их, но при влечении травматологов и остеопатов к реанимационным мероприятиям, пока речи не идёт, слава богу, держимся. Вот вы спрашиваете, что я сделаю, когда закончится карантин? Вы только не смейтесь. У меня знаете, какая мечта? Я хочу к своей урологии вернуться, к своим мочевым пузырям. Скучаю очень по работе. Субтитры создавал DimaTorzok